Дома номер 23 по Кутузовской улице в Одинцове не везет до такой степени, что даже навигатор отказывается выдавать его расположение. Видимо, намекает, что ездить туда не стоит. Все равно смотреть пока не на что. По бумагам здание ввели в эксплуатацию еще в июле. Не сказать, чтобы в идеальном состоянии. Воды нет, электричество с перебоями сквозь щели задувает ветер. Почти 30 сантиметров ушло между панелью. Измученные долгим ожиданием, обладатели квартир были готовы подписать уже любые бумаги, чтобы въехать и спокойно заняться решением мелких ремонтных проблем. Благо, рекламу строителей развесить уже успели. Но не тут-то было. В доме взяли и отключили грузовой лифт. У единственного оставшегося регулярная пробка из желающих воспользоваться. Уже с 3 августа полностью грузовой лифт перестал работать. Позвонил в компанию по служению лифтов. Мы ответили, что в нашем подъезде кто-то срезал камень. Мы не можем поднять ни двери, ни какие-то строительные материалы. Во всем подъезде встал ремонт квартир. Именно потому, что не работает лифт. Сколько мы не обращали, сколько мы не просили. Нас все время кормят какими-то завтраками, обещаниями. Нескончаемое приходите завтра. Ольге Янусовой мечту поселиться в своей квартире до Нового года пришлось оставить. Ремонт просто невозможно начать. Плату за надрыв собственной спины под тяжестью металлических дверей и чугунных ванн рабочие просят немалую. Но тем, у кого ремонт уже в самом разгаре, платить все-таки приходится. Когда мы заказали дверь, то есть дополнительно подъем за каждый этаж нам необходимо было платить порядка 200 или 300 рублей. То есть у нас 14 этаж тоже существенно, мне кажется, повлияло на мой бюджет. Это, кстати, оплата уже по двойному тарифу. Ведь за технические услуги жильцы исправно отдают управляющей компании деньги каждый месяц, как положено. Там отвечают, что во всем виноват кабель. То ли его оборвали, то ли украли. В общем, случилась какая-то неприятная история. И пока полиция не начнет поиск злоумышленника, восстановить сеть не получится. Но кража кражей. А откуда тогда на стенах и в оставшемся лифте потеки воды? В сам подвал нас пускать отказались. Сказали, что нет ключей. Хотя жильцы видели, как сегодня туда таскали какие-то трубы. И, видимо, неспроста. Здесь все буквально плавает. Какие-то подоны, мусор. Действительно заперто. Запах стоит соответствующий. За уточнением идем в лифтовую и выясняем интересные подробности. Вы знаете, там в лифте вода. А как она там оказалась? Ну как? Дождь, не шли. Вот оно что. Действительно, это же обычное дело. Любой лифт во время осенних дождей дает течь. Остается выяснить в управляющей компании, когда подвал осушит. Пока наша съемочная группа ждет под дверями директорского кабинета, забежавшие по делу местные жители сообщают интересные подробности о судьбе утраченного кабеля. Рабочие мигранты такие кабели в соседний лес носят километрами. Медь вот эту вытаскивают, а эта резина вся остается. Мы мешками эту резину просто мешками выносим. Она тяжеленная такая. Очень много. Кажется, по ходу съемки мы заодно успели и раскрыть кражу. Осталось выяснить основное. Обозначите нам, пожалуйста, срок, когда в 6-м подъезде в 23-м доме заработает грузовой лифт. Чтобы мы это показали на все Подмосковье, у нас была какая-то гарантия. Я думаю, что в число до 18-го, да, в 18-го. То есть 18-го сентября лифт в 6-м подъезде в 23-м доме будет работать? Да. Ну, наконец-то, получены точные сроки. Если свое слово управляющая компания сдержит, то уже через неделю одной проблемой жильцов злополучного дома станет меньше. Будем надеяться, что это произойдет до того, как сильные дожди затопят оставшийся лифт. Дарья Московцева, Алексей Зарышняк. Новости Подмосковья.